Она сменила номер, как только обменялась со мной, чтобы поиздеваться? Это не имело никакого смысла, да и к тому же, слишком много мороки. Читьё подсказывало мне, что она не могла этого сделать. У неё не было причин заниматься подобной скукотенью. Всем привет! Вы на канале Девплей, и сегодня мы будем продолжать наш новогодний марафон. И снова на это. Не забываем поштёпать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали! Внезапно у меня в душе возникло неописуемое чувство пустоты. Я. О чём я думаю? Я сейчас жду другую девушку. А в голове крутится бывшая. Чувствую, я таки кобелём могу стать когда-нибудь. Но... Прямо сейчас. Но у меня нет чувства, будто я жду девушку. Да. Ох уж эти загадочные страны Азии. Может быть ждёшь девушку, а придёт и парень? Больше похоже на то, как я тогда договаривался с мамой прокатиться вместе. Я всё сижу и сижу, но её так и нет. Подожду ещё, а там посмотрим. В маленьком супермаркете в парке купил себе пачку сигарет. Когда закурил третью, на часах было уже почти полдвенадцатого. Засю, а не могла же меня не предупредить, верно? Я решил позвонить и спросить, не случилось ли с ней ничего. Достал мобильный, открыл контакты. И тут телефон зазвонил. Недолго думая, взял трубку. Алло, ну ты где? Мин, сынок. Звонившим оказался папа. Пап, случилось что-то. Чего ты вдруг? Я немножко расстроился. Да ничего такого. Просто хотел узнать, как у тебя дела в последнее время. Всё отлично, тема дипломная прошла. Осталось только написать и защититься. А что с работой? Нашёл? Пока ещё ни одна компания не ответила на моё резюме. Поживём, увидим. Не торопись с работой, рано или поздно всё наладится. Совсем скоро Рождество. Я перевёл тебе денег на карту, проверь потом. Я сейчас в командировке, так что не смогу отпраздновать с тобой. Не болей. Ты тоже, пап. Ты уже не молод, так что побереги... Побереги косточки. Обо мне не беспокойся, сынок. Кстати, ты нашёл себе девушку? Девушка. Это не про меня. Не надо так, батю, расстраивать. Жань-жань была неплохой. Хорошо, не будем о прошлом. Ладно я. У Джейни много времени прошло. Ты-то не хочешь поискать новую жену? Всё-таки она очень нравится папе. Хоть мы её расстались уже четыре года назад. Твоя мама для меня одна единственная. Почему-то это меня немного взбесило. Не отдавая себе отчёта, я заговорил грубее и жёстче. Одна единственная, одна единственная. Каждый раз ты мне это говоришь. Хочешь провести свою старость в полном одиночестве? Горькая правда в том, что когда придёт время у меня, скорее всего, не будет времени заботиться о тебе. Я же сказал, не беспокойся обо мне. Твой отец ещё полон сел. Кхе-кхе. Если уж собрался врач, то мог постараться и сдержать кашель, пап. Ты как? Нормально, нормально. Я просто тебя дразню. Кхе-кхе-кхе. Услышав его кашель, я решил, что у него снова обострение хронического бронхита. Давай я приеду завтра, и мы сходим в больницу. Да ладно, не переживай. Тем более, я не в городе, нет смысла волноваться. Это же не в первый раз. Просто выпью таблетки и сразу пойду на поправку. Ну-ну, хватит болтать, у меня ещё дела. Жду от тебя невестку. Не забудь потом проверить счёт в банке. Пришлёшь мне самос. Ладно, я побежал. Вздохнув после этих слов, папа повесил трубку. Думаю, он сдерживал приступ кашля, чтобы я не волновался. Папа корреспондент на радио. В настоящее время он работает там главным редактором. Чтобы поддерживать наш опустевший дом, он в основном всё время проводит в разъездах по соседним провинциям. На самом деле, в его-то возрасте ему следовало бы сидеть в офисе и делать какую-нибудь плёвую работёнку. Вероятно, беспокоясь о моём будущем, он выбрал это тяжёлое дело с относительно высокой зарплатой. Каждый раз, когда я уговаривал его поберечь себя, он говорил одно и то же. Вот, выйдешь на работу, тогда-то я со спокойной душой и уйду на пенсию. Когда я порой вижу постаревшее из-за тяжёлой работы лицо отца, я понимаю, насколько бездарен. Но даже сейчас я не понимаю, как мне измениться. Выкурив пятую сигарету, я снова посмотрел на часы. Ровно полдень. Сё-сё так и не появилось. Ну, а на два часа опоздать это уже серьёзно. Людей в парке становилось всё больше и больше. Большинство из них парочки, гуляющие под ручку. На самом деле, в тот раз мы были такими же. Просто катались на спокойных каруселях. На таких, как, например, чайные чашки. По правде говоря, мне здесь было не очень-то интересно. Может, тогда она думала так же. Всю дорогу неловко разговаривали и изредка неловко смеялись. А потом из вежливости катались на скучных каруселях. Я почувствовал себя виноватым, увидев отражение заката в её слезах. И, заметив, как сквозь эти слёзы она счастливо улыбается, держа меня за руку. Я ощутил укол в груди. После этого мы с ней больше никогда сюда не приходили. Была ли любовь между нами? Я засмеялся. Влюблялся ли я когда-нибудь? Да прям сейчас! К тому времени, как я докурил пачку сигарет, было уже два часа дня. Сё-сё так и не пришло. Вздохнув, я достал телефон и открыл контакты. Нашёл её номер. Нажав кнопку вызова, я приложил мобильный к уху. В трубке ничего. То есть, совсем ничего. Ни длинных гудков, ни коротких, ни хоть какого-то сигнала. Ничего. Это длилось где-то секунд десять, а потом внезапно раздался очень странный шум. Немного резкий звук, который я даже не знал с чем сравнить. Странный шум длился ещё около десяти секунд. После в трубке я услышал, извините, набранный вами номер не существует. Пожалуйста, уточните номер и перезвоните. Не существует? Когда мы обменивались номерами, я же набрал ей, и она сохранила мой. Верно? Она меня провела? Я отчётливо помню, что после того, как я набрал её номер, она не сняла трубку, а сразу скинула звонок. И в тот момент, когда она повесила трубку, вызов на моём телефоне прекратился. Другими словами, я точно ей позвонил. Она сменила номер, как только обменялась со мной, чтобы поиздеваться. Это не имело никакого смысла, да и к тому же, слишком много морокия. Читьё подсказывало мне, что она не могла этого сделать. У неё не было причин заниматься подобной скукотенью. Опять начались какие-то проблемы со связью. Попробую ещё раз. Извините, набранный вами номер не существует. Ещё. Извините, набранный вами номер не существует. Последний раз. Извините, набранный вами номер не существует. Я повесил трубку и взглянул на небо Не знаю, с какой стороны смотреть на это Потому что её мобильный телефон не выключен или временно недоступен, а линия не занята Номера просто нет! Другими словами, её номера и в помине не было в телефонной базе! Как-никак Если бы она закрыла его, я должен был бы услышать сообщение, говорящее, что номер аннулирован В тиреезе в догадках я поднялся и пошёл в ближайший магазинчик за очередной пачкой сигарет То есть он за 4 часа пачку вдул Псих! Должно быть это из-за проблем на базовой телефонной станции Чё ж! Допустим, что проблема на базовой станции Ну а как тогда отец до меня только что дозвонился? Мистика началась Не знаю, что и думать Выкуривая одну сигарету за другой, я сидел на скамейке и уходал в парк И смотрел, как люди приходят и уходят Когда на часах стало ровно петь вечера, я встал На десятой сигарете из второй пачки меня начало подташнивать Тошнота подступила к горлу и я выбросил начатую сигарету ворну Переминаясь с ноги на ногу, я достал телефон В другую руку взял чай с молоком, купленный для Сяосио Еще раз набрал номер телефона Оставленный мне девушкой И снова услышал, что номера не существует Вздохнув, я убрал сотовый и открыл банку с чаем Поднял глаза и взглянул на колесо обозрения в лучах заката Правда, не хочешь прокатиться? В следующий раз В следующий раз? Это когда? Ну, может, когда ты без стеснения будешь звать меня Жань-Жань? Выпив залпом чай с молоком из банки, я зашагал к колесу обозрения Лучи заходящего солнца ярко отражались от стеклянных окон кабинки И слепили глаза Я молча сидел внутри, чувствуя, как меня медленно поднимают и наблюдают за тем Как земля удаляется от меня все дальше и дальше Из-за разницы над полем зрения, между полем зрения и углом обзора Мир постепенно потерял в моих глазах первоначальное ощущение реальности И стал иллюзорным Земля, которая раньше была ничем не примечательной С высоты выглядела окрашенной закатом в спокойный оранжево-розовый оттенок Как и весь мир, окружающий пейзаж Единый цвет объединял вместе людей Которые изначально были оторваны друг от друга С высоты птичьего полета, не имеющие ничего общего постороннее, стали одним целым С нынешнего угла обзора оказалось, что все они делают одни и те же действия А потом расходятся по разным направлениям, исходя из их стремлений Что касается меня, то оторвавшись от ту их плоскости В моей груди невольно зародилось чувство изолированности И одиночества Я одиноко сидел в кабинке колеса обозрения В этом особом изолированном, крохотном мирке я был один Поэтому здесь я мог быть королем, или подданным богом, или дьяволом Мог устанавливать правила, или мог этим правилам подчиняться В таком отреченном пространстве, отрезанном от мира внизу Я впервые осознал полную власть над самим собой Так что же мне в итоге делать? Я достал телефон и направил его на противоположную пустую сторону кабинки Конечно же, абсолютно ничего Я нажал на кнопку затвора и на мг... и на мгновение меня ослепили закатные лучи Опустив телефон, я... Че? У него шиза! Господи, да что у всех шиза-то? Кажется, увидел фигуру Сяосио Она безмолвно смотрела на пейзаж внизу Положив руку на окно кабинки В глазах у нее смешались разочарования с беспомощностью Видение? Только я подумал об этом, как силуэт Сяосио стал полупрозрачным Кажется, она не ощущала моего присутствия С ее точки зрения, она была единственной в этой кабинке Че происходит? Типа они из разных миров? Или это шиза? Или что? Я попытался встать и приблизиться к ней И в ту же секунду Я увидел, что она не отражается в окне Я обратил внимание на ее глаза В них тоже не было моего отражения Я медленно поднял руку, намереваясь коснуться ее волос В тот момент, когда моя рука почти дотронулась до ее лба Ее глаза, казалось, загорелись Она будто что-то почувствовала И посмотрела на меня Сяосио А потом она тут же исчезла Я медленно вернулся обратно на свое место Тупо глядя перед собой Что это было вообще? Неужели я действительно влюбился в Сяосио? Нет, ну предположим, что я все-таки влюбился в нее Нет, думаю, что при наших нынешних дружеских отношениях Она бы мне так привилелась Кстати говоря, перед тем, как она появилась Я представлял себя повелителем этого места И потом я ее заметил Неужели это из-за того, что я хотел увидеть ее в этом отрезанном от мира месте? Второй раз не проконуло Что не думай, какой-то абсурд Переутомился за последнее время? Получено достижение чьей-то на китайском Вернувшись в общежитие Откинулся на спинку стула Достал сигарету и зажал ее зубами Долго колебался и в итоге Так и не закурил Убрав сигарету обратно в пачку Какое-то время тупо пялился в выключенный монитор Пиздеж, он включенный Видно же! Потом снова достал телефон в попытке дозвониться до Сеосю На другом конце все так же звучало Сообщение о том, что набранный номер не существует Я не повесил трубку, продолжая слушать в оцепенении Не знаю, сколько времени прошло Сообщение резко прервалось Все затихло А потом вдруг В трубке снова по непонятной причине Раздался тот странный шум Немного режущий слух От испуга меня пробил холодный пот И я чуть не упал со стула Будто бы прозвучала какая-то фраза А потом шум тут же утих Сяу-сюа! Когда я попытался разобрать хоть что-то из этого шума На другом конце снова зазвучало сообщение О несуществующем номере Телефон сломался Я выбрал первый попавшийся номер своего друга по переписке и набрал В трубке... В трубке послышались самые обычные гудки Алло, мин, братан? Работает Это я, давно не видел тебя в сети Глава снова собирает народ в инстанс Пойдешь? В этот раз никак не получится Мне нужно еще заполнить кучу бумаг Если сегодня не закончу, начальник точно меня завтра прибьет А, вот оно как Ну, тогда не отвлекаю, поищу еще кого-нибудь Извини, не забудь меня в следующий раз позвать Конечно, без проблем Удачной работы! Телефон не сломан Бросив мобильник на стол, я почесал в затылке Снова поднял телефон, открыл контакты и нажал на человека, записанного как Жань О чем я думаю? Что я сейчас собираюсь делать? Глупости! Ничего не понимаю! Это все действительно очень странно! Взгляд скользнул по книжной полке Кроме учебников, руководств и комиксов Там лежала хрустальная трехгранная призма Единственная вещь, оставшаяся от мамы Для меня это осязаемое напоминание о ее смерти По сути, я забросил ее в дальний угол Потому что, как только брал призму в руки Вспоминал о матери Когда я вспоминал маму, мысли в голове путались Я все хотел спрятать призму куда подальше у нас дома Но в итоге все-таки забрал ее с собой Я взял призму с полки На прозрачном хрустале был выгравирован снеговик Неосознанно я вспоминал, как мама с помощью этой призма Выводила радугу на стене В этом крохотном зеркальце прячется радуга Мин-мин Пока оно у тебя, ты непременно будешь очень-очень счастливым Потому что радуга приносит честье всем, кто ее видит Мама отвлекала кныкающего меня, играя с радугой на стене При виде семицветного лучика я сразу же успокаивался и расплывался в улыбке Я аккуратно провел рукой по орнаменту снеговика Я сейчас счастлив А вот что он ответит сам себе мы узнаем уже в следующий раз Сегодня будем на этом моменте заканчивать Так что всем спасибо за просмотр И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok